Этот пункт технического осмотра позволит повысить пропускную способность наиболее напряженного участка дороги Большой Лукс-Людянка. За этни сутки объект может обслуживать 9 локомотивов. Это самый крупный проект ВСЖД в рамках инвестиционной программы, реализуемой на территории Приангария. В этом и заключается направление нашего движения в том, чтобы уменьшить лишние пробеги, и оптимизировать, улучшить условия труда, оптимизировать условия труда. Поэтому этот пункт один из первых, цивилизованный, современный пункт, позволяет именно об этом не говорить, а показать, что это возможно. И самое главное это начало той огромной инвестиционной программы, которую российские железные дороги инвестируют и реализуют на территории Иркутской области. Строительство пункта продолжалось в течение пяти лет, а его стоимость составила 316 миллионов рублей. После введения в эксплуатацию здесь создано 32 новых рабочих места. Ежегодно по самым скромным по счетам экономия будет 31-32 миллиона. Таким образом, в пределах 8-9 лет мы окупим этот объект. На встрече Сергея Рощенко и Василия Фролов обсудили и модернизацию медицинского оборудования предвижного консультативно-диагностического центра «Академик Федор Углов». На эти цели акционерное общество выделит 25 миллионов рублей. С помощью предвижного центра за пять лет была оказана помощь 68 тысячам пациентов. Привлечь российские железные дороги правительство региона намерено и в другие экономические сферы. Когда ехали на поезде, обсуждали участие железной дороги в перевозках газа, железного газа. Это очень серьезная программа и самая главная программа не только для Иркутской области, но и для соседних регионов, вплоть до Монголии. Поэтому мы как регион должны помогать и будем помогать и поддерживать именно такую направленность инвестиционную. Это новые рабочие места, это совершенно другая цивилизация, вы видите. И, конечно, регион это всегда будет приветствовать. В планах ОРЖД наращивать темпы модернизации. Уже есть план мероприятий на ближайшие несколько лет. Это первый такой масштабный объект, который мы завершаем и вводим в эксплуатацию в текущем году. На Транссибирской магистрали, на Байкал-Амурской магистрали предстоит еще в перспективе этого года ввести несколько инфраструктурных объектов. Как то вторые пути и блокпосты Придленский, Суринья и вторые пути на перегонах Придленский, Чудничный, Чудничный, Звездная. Особое внимание в рамках сотрудничества ОРЖД и правительства региона занимает вопросы безопасности движения на объектах железной дороги. На встрече Сергея Рощенко с президентом акционерного общества Владимиром Якуниным была достигнута договоренность об оснащении опасных переездов современными аппаратными комплексами автоураган. Наталья Никифорова. Местное время.